Как и где растут кокосы? Почему мы видим свет? Как найти на все вопросы самый правильный ответ? Что внутри у авокадо? Как увидеть микромир? Далеко ходить не надо, знает всё Виа-Эфир. Этот зверёк называется бурундук. Обитает он в Сибири, где делает на зиму большие запасы. Особенно любит кедровые орешки. Напихает в свою нору побольше кедровых орешек и осенью спать ложится. Но периодически просыпается, прикладывается к своим запасам и дальше спать. Поспали, теперь можно и поесть. Поели, теперь можно и поспать. Вспоминается одно стихотворение Валерия Шульжика. Горько плачет бурундук, озирается вокруг. Кто-то был у тайника, обокрал бурундука. Виден след огромной лапы, и на ветке шерсти клок. Видно мишка косолапый, все припасы у волок. Да, бурундук делает запасы. Запасы большие в разных местах. Иногда этими запасами пользуются другие звери. Воруют у бурундука, в том числе и даже такие большие, как медведи. Вспоминается одна нифская сказка про бурундука. Нифхи – это такой народ, который живёт на самом дальнем востоке нашей страны. В низовьях – реки Амур и на острове Сахалин. Так вот, что рассказывает нам нифская сказка. Проснулся весной медведь. Вылез из берлоги. Сел на пенёк, потянулся. И заворчал. Весна, весна, а вот есть нечего. Пошёл медведь добычи поискать. Да не скоро ещё медвежья пища, ягоды, орехи поспеет. Идёт он по лесу, сбоку-набок переваливается, такой голодный, сердитый. Видит, пень стоит, а под ним какой-то зверёк живой копошится. Заревел медведь. Есть тот кто, вылезай! Выскочил из-под пня зверёк бурундучок. Он тоже в своей норке всю зиму спал. Огляделся, увидел медведя. Дедушка медведь, ты чего такой сердитый? Это я с голоду. Нет ли у тебя поесть чего-нибудь? Отвечал медведь. Сейчас принесу, сказал бурундук. Юркнул он в кладовую, а у него запасы с осени ещё сохранились. Не всё за зиму съел. Выносит. Приглашает медведя. А там сладкие корешки, орешки. Кушай, дедушка медведь. Спасибо, бурундучок. Маленький ты зверь, а хороший. И тут медведь по доброте душевной погладил бурундука своей лапкой по спинке. Ласково погладил. А всё-таки на такой вот светлой шкурке бурундучка остались тёмные полоски от медвежьих когтей. С тех пор у бурундучка эти полоски на спинке есть. Когда спрашивают от бурундучка, от чего у тебя и твоих собратьев других бурундучков шерсть полосатая, то бурундучки обычно отвечают, а это нас так дедушка медведь погладил. Ну, медведь не медведь погладил, а вот действительно зверёк полосатый. И, возможно, эти полоски неплохо его маскируют среди веточек. Как-никак прятаться надо, защитная краска. Субтитры создавал DimaTorzok